Иерусалим Добрый день! Здравствуйте! Наша ежедневная программа начинается с подборки новостей об Иерусалиме, то, что мы назвали «Глядя на Иерусалим». Начнем мы выпуск небольшим сюжетом о старом железнодорожном вокзале в Иерусалиме, который долгое время пустовал, и сейчас на его территории ведутся ремонтные работы. Обновленное здание станет центром культуры, досуга и развлечений. Ожидается, что в нем появятся, разместятся бары и рестораны, а также выкатят старые вагоны. Продолжение следует... Продолжение следует... Эти люди в белых одеяниях шли к святым местам, громко пели, молились. Они называли себя Петр, Павел, Царь Соломон, Божья Матерь, Христос. Что с ними случилось? Все они страдают от так называемого Иерусалимского синдрома. Полиция и государственные служащие все были очень встревожены, вспоминает Григорий Кац, директор Центра психиатрического здоровья Кфар-Шауль в Иерусалиме. Однако стоит добавить, что за последние 10 лет количество заболевающих этим известным синдромом все уменьшается. Почему? Причина, опять же, в интернете. Потому что если раньше люди перед тем, как приехать в Иерусалим, смотрели только на фотографии, а все остальное фантазировали своей фантазией, то сегодня люди едут подготовленными благодаря интернету, опять же, и объему информации. И поэтому, как я понимаю, они избегают шока. Да. А раз нет шока, нет сюрприза, то нет потрясения, и они остаются в своих обычных рамках, в своем привычном состоянии. Сорок добровольцев-пенсионеров станут преподавать правила дорожного движения в детских садах Иерусалима. Они придут на занятия с яркими жилетами и кукнами. А мы покажем вам сейчас сюжет, где автомобильно-дорожные знания преподают не только дошколятам, но и школьникам. Каждое утро тысячи израильских школьников выходят на перекрестки у своих школ. Их задача – регулировать движение, чтобы дети каждой школы могли беспрепятственно перейти дорогу и войти в свое учебное здание. Поэтому всякий раз такой регулировщик вооружен длинной палкой с запрещающим знаком на конце. Надо сказать, что водители беспрекословно слушаются дежурных по перекрестку. То есть дети со своим заданием справляются. Но самое главное, что они учатся правильно вести себя на городских магистралях. Израильская национальная и университетская библиотека в Деватраме известна всему миру. Там не только замечательная подборка современной литературы, но и ценнейший архив древних и средневековых книг, переданных туда по завещанию крупнейшим ученым-каббалистам, профессором Гершином Шолем. Куда менее известно здание, которое находится на расстоянии считанных минут ходьбы от национальной библиотеки. Израильский музей. Музей этот раскинулся на достаточно большой территории Иерусалимского района Гиватрам. Три года музей был закрыт. Был он на масштабной реконструкции и открылся для публики в прошлом году. Я живу в Иерусалиме 22 года. Мне эти три года нашего музея очень не хватало. Кстати, и в Толеевском художественном музее есть замечательные коллекции живописи 19-20 века, оставленные дарителями семьей Майеров и семьей Блюменталь. Прекрасные каталоги собраний, которых я держу в руках. Мне кажется, нужно перестать воспринимать Израиль как исключительно государство, которое было создано после Холокоста, как государство, которое борется с своей безопасностью и демократией. Нам нужно видеть государство как страну, в которой есть прекрасный музей, которая открыта миру, которая открыта всем достижениям мировой культуры. И это важно. Важно не только хранить традиции, важно уметь сохранять и развивать то духовное наследие, которое оставили тебе представители своего и другого народов, творчески приумножая их. Я думаю, что каждый турист, который едет в Израиль, ему стоит включить в свою программу посещение Израильского музея в Иерусалиме, посещение Толеевского музея. Это многое скажет о том, насколько современный Израиль открытое, плюралистичное государство. И как нам, к счастью, удалось уйти и от местечкового национализма, и от религиозного фанатизма, в чертах, в которых часто, без всяких на то оснований, обвиняют нас недалекие критики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok